здравствуйте дорогие друзья поздравляю вас с началом новой недели проект наш продолжается он не связан с неделями уже третий месяц мы говорим на темы важны для нашего разума для нашего характера и для личности каждого из нас сегодня вопрос такой как мы имеем дело с наукой в общем то такой общий вопрос и масштабный но попробуем получить некоторые важные наставления бог является автором науки как бы это не противоречиво звучало для кого-то кто любит сталкивать религию и науку нет друзья бог является автором науки научные исследования открывают перед разумом широкие поля для размышления и познания давая нам возможность видеть бога в его творческих телах пусть эта идея или отправная веха позволит нам конструктивно строить диалог несмотря на наше религиозного зрения с наукой приходится как бы все время делать эту оговорку но просто мы привыкли что науку и религию противопоставляют на самом же деле если мы обратимся к достаточно честным научным открытием именно вот вопрос морали здесь важно честное научное открытие то мы вполне себе легко смиримся с верой в бога и вера в бога может явиться основанием для еще большего развития науки вот креационизм в этом является примером еще важная тема что истинное знание имеет божественную природу напоминаю упоминал раньше мне нравится эта идея о том что рене декарт в своем третьем размышление о боге доказал что бог действительно существует отец классической науки да и в целом вспомните из истории очень много ученых людей прошлого имея серьезные достижения в разных сферах научного знания оставляли всегда вот эту идею для себя как основное что бог дает знания бог источник научной мысли мысли человеческая она ограниченную бог дает площадку до пространство для исследования бог дает законы которые мы можем познать еще и пользоваться ими вот этот такой рисунок мира да вот это мировосприятие позволяет все гармонично сочетать но иногда всего бывают перекосы и они происходят мы как бы люди все время стремимся к неким крайности как это происходит образование полученное без библейской религии лишено истинного величия и славы в чем серьезная проблема представьте себе людей которые не имеют моральных каких-то ограничений не имеют страха божьего и для них критериями допустим или самым большим страхом является политическая власть и вот представьте что политическая власть в какой-либо стране меняется в истории так было не раз правда и наша страна нас терпелось вот эти перевороты смены режимов и прочее и теперь ученые мужи от разных наук как себя будут чувствовать в условиях когда вот тот самый критерий для них самый сильный самый важный сменился станут ли они изменять своим убеждением ну история показывает что станут наука особенно вот такие вопросы допустим как гуманитарные науки до история у которой к сожалению непредсказуемое прошлое то есть при одном строе наука вещает одно и так доказывает так убедительно с такими аргументами что вы знаете ученое сообщество считает и все и целые поколения выращиваются воспитываются вот в этой парадигме произошла смена режима вектор поменялся и теперь научное сообщество в этой же дисциплине вещает по-другому пишет уже другие учебники и заново и по-другому воспитывает новое поколение и после этого мы будем говорить что наука имеет такой серьезный авторитет чем преимущество священного писания она очень честно рассказывает историю всей планеты земля и показывает что у бога несмотря на то что у него есть вроде бы божий народ у него нет любимчиков у него есть стандарты которые не меняются они над человеческие поэтому если мы имеем божий страх то мы уже защищены от того чтобы менять знание какое-либо в угоду себе потому что мы боимся бога на земле все может меняться а бог не изменен поэтому наше научное знание наше исследование она будет более объективным при страхе божий простая логика но она работает советы родителям учителям и учащимся наука спасения это самая важная наука которая должна быть изучаема в подготовительной земной школе нельзя отбивать охоту к поискам знаний в области искусства литературы ремесел учащемуся прежде всего следует приобрести практическое познание бога и его воли еще раз здесь лена вайт пытается выдать идею для правильного баланса посмотрите есть наука спасения эту науку спасению важно не просто один раз за кафедрой услышать его важно изучать поэтому у нас есть библия как предмет для изучения когда вот вообще мы говорим эти слова эти слова изучения там преподавание так далее здесь просто религиозный экстаз или религиозное согласие нет это критический анализ это педагогические какие-то модели это разные значит стратегии там в изучении в преподавании и так далее то есть все то что мы знаем у педагогика социология психология возрастная психология все это работает но вопросах спасения поэтому в христианской церкви которая привержена на библейским ценностям есть такое понятие как изучение библии систематическая организованная педагогические выверенная сми до того с методологией и так далее поэтому приходить в церковь просто поклоны отбить или отстоять службу этого мало церковь это место образования и первичное образование это наука спасения а важно и узнать в свете каких других наук история археология историографии политологии и социологии биологии и всех всех наук вот и все это замечательное гармонично действие помним еще раз нельзя отбивать охоту к поискам знаний в области искусства литературы ремесел и так далее но вот в сфере творческих каких-то областях искусство литература тоже важен страх божий приведу небольшой пример что когда человек занимается творчеством если пропадает связь вот со страхом божьим с божьим авторитетом человек склонен впадать в примитивизм если это юмор то на такие шутки на биологическом уровне если это изобразительное искусство и что-то вот такое лицедейство тут тоже тяготение к пошлости я это испытал когда более 15 лет назад в молодежной среде мы захотели так сказать жизнь свою приукрасить в виде творческого занятия юмором а именно создали несколько команд квн любительских христианских несколько месяцев собирали шутки на наших всяких общениях в кафешках посиделках и так далее и потом сделали новогоднее представление игру в квн и вот первая игра которая длилась всю ночь и она готовилась несколько месяцев было действительно интересной качественной шутки оттачивались было много интересного остроумного оригинальным но потом решили повторить раз понравилось супер давайте еще раз то буквально через там месяц-полтора повторили вторую игру сделали вторую игру уже с новыми шутками на которые ушло меньше времени и сразу мы заметили что мы стали пошлить даже библейские шутки стали чуть более пошлыми или двусмысленными ну и на третьей игре и тем более поэтому я это просто испытал я это увидел что когда теряется страх божий когда теряется профессионализм профессионализм это не просто какая-то идея перфекционизма нет профессионализм это когда человек максимально изучает законы той сферы в которой он работает вот профессионал знает все особенности законы правила исключения из правил и тогда он оттачивает свое произведение в подчинении вот миру гармонии вот подумайте об этом как это работает как правильно воспринимать профессионализм и он нужен нам даже когда мы любительски занимаемся чем-то но надо всегда развиваться в сторону профессионализма не чтобы абсолютизировать свои навыки чтобы значит пойматься в капкан эгоизма нет но чтобы делать качественно поэтому необходимо приобрести практическое познание бога и его воли то есть мы знаем что хочет бог мы знаем что бог запрещает о чем он нас предупреждает и тогда чем-нибудь занимаясь там искусством литературы и ремеслом мы не перейдем какие-то запретные линии мы не нарушим божий закон не оскорбим его его творение других людей хорошие думаю сбалансированный совет нам следует постоянно остерегаться фальсификации вопросах касающихся геологию и других отраслей так называемой науки которая не имеет ничего общего с истиной теории великих людей должны быть тщательно просеяны для устранения малейшего следа ложных предположений одно только крошечное семя посеянные учителями в наших школах и принятые учащимися вырастет в урожай не вере как сильны эти слова были девятнадцатом столетии когда елена вайт их написала именно тогда система образования и вся все научное сообщество было атаковано новыми веяниями целый гидрой эволюционного учения которое если кто вникал и читал базировалась на огромном количестве лжи подтасованных фактов ложных интерпретаций сегодня на земле вот это господствующая эволюционистская концепция которая пронизала все сферы знания и особенно система образования и она не мыслиться так это одно из проклятий человечества проблемы эволюционные теории мы уже вкусили за историю двадцатого столетия как все человеческое сообщество и до сих пор получаем уже не в виде агрессии там и фашизма а через лбгт пропаганду через разрушение института брака через разрушение ценности человеческой жизни выливающиеся в многомиллионные факты убийства нерожденных детей в утробах матери и так далее все это заслуга замечательных выглядящих очень красиво ученых станция на носу с красивыми значит чемоданчиками с книжками вещающими в разных там академиях университетах и рассказывающих о том насколько они эрудированы по три-четыре высших образований и так далее на самом деле это люди заложники определенных верований они без бога еще посерьезнее даже верят и может могут дать фору многим религиозным верующим потому что они так слепо верят в ложь в эволюционную ложь и так оригинально еще и при этом производит ложь ну что можно просто позавидовать их искренней религиозной преданности своим концепциям вот это или новая писала тогда когда только начиналось только развивалась и естественно это не было принято люди считали что религиозные люди отстают остаются в девятнадцатом веке а вот все прогрессивные научные эрудированные идут в светлое будущее 20 века и тут же все ли у сели в лужу уже во втором десятилетии двадцатого столетия виде первой мировой войны очень сильно потом разочаровались но тут и вторая подоспела а потом и в целом вся история двадцатого столетия тут 21 век тоже не очень-то красиво складывается правда при всем стремлении к научности к достижениям и прочим мы со скепсисом на это смотрим друзья потому что впереди у планеты нет перспектив и об этом говорит опять-таки адекватная научно научное сообщество причем независимо даже от религиозных воззрений их носителей у мира нет перспективы и наука не даст ответы на проблемы и вызовы перед человечеством вы заметите в скором времени насколько обострится религиозная составляющая в нашем мире люди все-таки ухватятся за религию потому что имея дело с наукой мы уже немало обожглись почему ну а потому что в научной среде вот в этом научном векторе нету достаточного места страха божьего нет божьей мудрости ну помните без бога не до порога как на руси говорили давайте сегодня проживем день с богом с правильным знанием и все что мы будем делать делать будем по уму не просто по наитию не по эмоциям не по вдохновению а по уму который освещается господом а поверьте бог добавит вам все остальное и радость и удовлетворение и воодушевление потому что бог вас любит а